всем привет дорогие друзья привет добро пожаловать на наш мукбан канал сегодня мы с вами на кулинарном канале творили чудеса представляю вам мой авторский рецепт вот такой замечательной закуски из кабачков это должно быть очень вкусно мы еще не пробовали чтобы не нарушать красоту выглядит очень аппетитно мне нравится тебе вот так же у нас на столе пирожки с картошкой морковка по-корейски и малосольные помидоры и огурчики у нас малосольные помидоры и огурцы прижились как у вас напишите пожалуйста в комментариях если кто-то еще не видел рецепт малосольных огурцов морковки по-корейски и пирожков то все то все ссылочки мы вам оставим внизу в описании под этим видео а также рецепт вот этого замечательного блюда закуски из кабачков вы найдете тоже внизу в описании под этим видео переходите на наш основной кулинарный канал готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами всем желаю приятного аппетита и мы тоже уже будем кушать ты чему что нибудь пирожочки вот так выглядят у меня будем пробовать по зажарить и ольфе по светлее будем конечно то что мне нарушать красоту не будем есть хорошо туда вами дура ты морковь на но так мало а я съем пожалуй что стесняться предвкушаю прям как сразу писать будешь как сэндвич или по отдельности но по идее с помидором на ну да друзья сказать что это обалденно вкусно просто ничего не сказать я прям вам очень рекомендую приготовить эту закуску алексей скромно молчит вкусно докон вкусно и приятная такая штука как ты называешь кабачки не кабачки чо кабачки чо кабачки чо это объедение это просто вот если бы от вкусовых от зашкаливания вкусовых рецепторов от удовольствия теряли бы сознание мы сейчас валялись бы просто это малосольные огурчики очень малосольные кабачки хрустят слышен пикантный вкус чесночка помидорка вкусная дала свою кислинку небольшую до пытаюсь распознать петрушку не могу какой-то такой пикантный вкусный оригинальный соус при этом не могу я распознать по вкусовым качеством эту петрушку до вкуснятина такая прям приятная помидорная кислинка в тему прям до помидорка да обалденно можно слоями я пробовал в принципе да можно верхние получаются более чесночковый нижний с помидоркой чуть-чуть другой вкус имеет но снизу тоже соус есть но я да я и удивился думаю как как так мне прям вкуснее чем любые роллы никакой рыбы красной не надо и кушается тоже разорви рот люди же роллы любят за разорви рот смотреть мукбанги с роллами малиновый чаек на самом деле с лесными ягодами малина же в лесу растет собирал лесную малину что на вкусно как-то в лесу забурились искали грибы там нет тут нету ну вот так по нашим местам по где мы раньше бывали с отцом вот он какой-то вышли вместо какое-то место где ни разу не были и там этой малины я точно на крепко починенном стуле сижу очень крепко из цельного куска металла сделанный детский стульчик сиди смирно тимошка лапкой или хвостиком махнет трэш-контент будет трэш-контент будет да и чё про грибные места и там вышли к малиннику нам как-то так никогда не везло это прям вышли на малины полно она миленькая надеюсь что она вообще вся здоровая то есть не было червячков вот этого ничего такого не было все все целиком она миленькая и она такая душистая душистая какой земляника она считается же более душистая чем клубника вот это тоже малина прям такая душистая и мы даже это вот я первый раз тоже попробовал на дикую смородину еще там была черная смородина дикая тоже она очень душистая но там прям совсем немного маленький кусок такой был я даже никогда и не знал что она бывает дикая но что про малины как-то видимо она в лесу попадалась а вот смородина первый раз так привет и боюсь прочитать неправильно арпасе по и и пан оле здравствуйте приятного аппетита спасибо большое вам тоже привет можно передать привет нам с мужем заки и асим гуль нам 9 октября 26 лет совместной жизни заки и асим гуль поздравляем вас с даже больше чем серебряная свадьба для даже больше чем серебряной свадьбой желаем там она же как серебряная с проявляющимися золотой каем очка да желаем вам еще три раза столько же лет вместе прожить не меньше не меньше вот в согласии любви здоровья самое главное берегите друг друга и всего и всего вам самого доброго мистер дракон информ так это не то еще раз здравствуйте пожалуйста передайте привет моему сыну 10 лет ему он будет очень счастлив его зовут от той от той тебе огромный привет привет он хочет стать ютубером дерзай удачи тебе да удачи легкий труд как и любой другой мне кажется если ребенок будет заниматься этим у которого есть мама с папой на которую не стоит задача прокормить семью может это легче пойдет дело да нет кстати я обращал внимание очень много блогеров в таком возрасте стартует но бросают да не хватает усидчивости до бросают там очень 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 много 90 с лишним процентов бросает до 1000 до монетизации просто надо надоедает вот эти собирать каждого по подписчику и среди них среди молодежи очень часто вот это взаимные подписки ты мне я тебе и вот ходят вдруг предлагают ну да все равно чтобы 1000 подписчиков собрать это очень много времени уходит сил и такой моральной энергии чтобы это все и делать ну да потому что знаете ну как бы я не считаю нас наш основной кулинарный канал очень таким маленьким да и я считаю что мы довольно таки уже хорошо выросли да но тем не менее с мая по октябрь на влоговом канале мы рекламируя себя на кулинарном канале не могли набрать 1000 подписчиков это получается май июнь июль август сентябрь октябрь 5 месяцев мы набирали тысячу подписчиков мы блогеры кулинарные футблогеры до которые имеем достаточно большую аудиторию набирали 5 месяцев тысячу подписчиков выходили на монетизацию да при том что мы мы не бегали за каждым подписчиком мы не искали давай заимку давай то давайте вот а если это делать просто так сказать в рабочем порядке просто снимать и заказа подпишется делать прям очень годный контент как говорят сейчас потому что чё зайдет чё людям надо никто не ну да как этот говорят рекомендуют делай то что уже есть только переосмысливая делает посмотрел видео какое-то там про новую игру вышла там очень много просмотров собрала возьми с ними с такой же темой но свои фишечки там поймать и расскажи перед этом свое мнение просто выскажи по ней уже есть сформированная аудитория которая посмотрела то видео и ты вот пробуй сработать на нее вот так что ну да если там просмотры собрались значит эта тема имеет свою аудиторию свою публику которые это интересно потому что в 10-летнем возрасте в основном интересы какие игры какой-то он будет кулинарией заниматься ну да мы как-то обсуждали с олегом со старшим сыном что мол чего-то чтобы ты хотела освещать бы на своем как канале бы или на своем сайте джон был постарше чуть-чуть там один 12 лет там примерно и он сходу людей много а вот все но это будет разнобой это будет слишком такая радуга тематика должна быть одна надо чтобы была тематика одна или похожая чтобы человек пришедшие твое первое видео захотел посмотреть второе видео 3 и так далее потому что если снимаешь задержался про танк как of work он как то в общем про танки про танки короче да а потом про какие у него про какого-нибудь там соника то люди которые посмотрели про танки вряд ли заинтересуются соником то есть надо уже снимать про эти танки ну да что в одной тематике в одном возрасте зрители примерно были в принципе это на то рассмотреть надо учитывать их интересы последующим надо учитывать то что зрители этого возраста в какое время более активные когда они больше смотрят видео это уже техническую эту сторону пытаюсь человек еще даже только думает о ютуберстве ладно давай вопросики давай давай жди жгу найду я кстати начал спросить еще от себя вот в каком-то ресторане была вот и который тебе больше всего понравился просто вот ты там понравилась у тебя еда запомнился вот так но узбекский просто узбекский ташкенте здесь куда мы ходим лагман кушать а я между чтобы антураж такой вот все от красиво было ресторане что там оформлено было супер на необычная менюшка какая-нибудь мы по ресторану так часто ходим что я вообще не вспомню ну вот смотри мы в болгарии были несколько раз ресторана мало но бывали на мой день рождения там могли попасть на мишин вот мы были же в этом как то в на твой день рождения мы были очень красивое место было там знаете такое нависающий балкон над обрывом и под тобой город в этом велико тырного прикольно нам и ты сидишь да вот эти соседние такие же балкон там принципе много их они в кадр прямо не очень сильно попадают а ты как будто сидишь там правда на таком выступе а под тобой короче эту пропасть да и там такого совсем небольшой ресторанчик там буквально на этом балконе сколько четыре столика стояла буквально да и внутри еще может может пять еще стояла столиков и там барная стойка внутри а все это еще в горной местности такие вот пейзаж такой красивый я в пирогом цепился за пирожок держусь потом черном еще в турцию мы были в ресторанчике но такие они простые были ресторанчики да все принципе ну да мало бы на ул инклюзиве как-то тоже большой ресторан был у нас когда мы все д были помнишь там обычно большие рестораны в этих в отелях под ул инклюзив а там прям очень большое территория прям огромная внутри мы сидели внутри нет и даже не могу вспомнить потом наружу еще уйма столов стоит просто и днем в обед часть столов нету это место занято жезлонгами а вечером они их убирают жезлонги и выставлять столы еще краю бассейна на эти ставьте край бассейна ставят всякие грили такие эти разделочные места для арбуз там нарезают там еще фрукты какие-то выставляют не запомнился тунец мясо на гриле а скелет тунца ростом наверное с человеческого взрослого этого я рядом фоткался найти на не пойдет не получится фотографию рядом с ним стоял он целиком привязан за хвостик хвостик все есть вот тут на скелет и голова внизу помню вот меня ростом это первый раз тунца она наведали да так таком виде ну по-моему всего два раза в жизни тунца ели тогда и во вьетнаме во вьетнаме да потом что еще какие еще места можно вспомнить простенькие ресторанчики тоже заходили посиживали так сказать а москве москве мы никуда не ходили такого эти места я когда был одинок я ходил по пивным ресторанам но там что такого москве но я вверх ты не хочешь целый бери хочу целый бирать у нас было пару популярных но мы шли туда за пивом нам просто пилота нравилось спб и золотая баба и майонез не чувствуется чувствуешь майонез просто вкусный приятный соус да такой сразу не распознаешь из чего да а готовится просто просто это классно потом москве мы бывали в каких-то как она стерега это называлась не мельница елки-палки елка-палки были елки-палки у них обычно как-то все стильно вроде бы но такого нет там у них упора на сильную красоту ну да в одном ночном клубе по моему это был ресторан не знаю в центре как-то по он тоннель называли его но я был днем там или в дневное время то спускаешься там и там сплошные катакомбы идешь там тоннель за тоннельем вот так все там туда-сюда диваны стоят там все симпатично но какая там кухня не знаю не работал вкусняшка объетушки до обедушки да это мы оставили что посуду не мыть ну знаете то что делать наверно даже если нет то вот запомнить сейчас этот пленочкой прикроем и холодильник уберем конечно мы что ли такую здоровяку против посудомойкой она все равно да или тебе вверх не низ ты сверху есть него нет 4 вот как раз детям здесь у меня еще за кадром и да как раз детям чушь ты о них совсем не думаешь а я на них тоже смотрел я думал надо щенки вон съесть ну что ж друзья мы уже на самом деле наелись и уже объелись это сто процентов прям вообще шикарный рецепт не знаю на новогодний стол не получится кабачков нет зимой вот но летом на любые праздники мероприятия в центр стола прям ставьте все просто готовьте сразу наверное три порции не хватит вам одной однозначно вот но это видео будем заканчивать если видео понравилось ставьте обязательно пальчики вверх подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы вам сообщали о наших новых видео и комментарий какой-нибудь хороший напишите нам очень приятно с вами общаться всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова пока пока